Давай подключим Руслана Львии, военного эксперта, сооснователя конфликта Intelligence Team. Руслан, большое спасибо, что нашел для нас время. Руслан, приветствуем. Если можно, пожалуйста, помоги нам разобраться, что происходит сегодня. Мы давали краткую сводку о боях за эти выходные. То, что когда у нас не было эфиров, мы не могли обозревать, что сегодня, чем сегодня запомнится этот 145-й день войны, где сегодня шли столкновения и удалось ли путинским войскам добиться каких-то локальных успехов в продвижении по оккупации Украины. Ну, в принципе, пока что мы не видим никаких признаков того, чтобы оперативная пауза закончилась. Да, там отдельные, скажем так, медиа сообщают, что якобы она кончается, например, как институт изучения войны. Но мы никаких таких подобных признаков не заметили. Поэтому оперативная пауза в полный рост, никаких масштабных наступлений нет. Все населенные пункты, которые называются «Где идут бои», они же назывались там и неделю назад примерно. То есть, в принципе, ситуация никак не изменилась. Там продолжает национальный пункт Белогоровка Луганской области быть таким спорным. То есть, украинская сторона пытается его освободить, российская сторона пытается его удержать. Пытаются российские силы взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск, чтобы дальше наступать на солидары Бахмут. Но по-прежнему тоже у них пока не особо его получается. Но, скорее, это, вероятно, больше связано с тем, что нету какого-то масштабного наступления где-либо на каком-либо из направлений. Силы перебрасывают? Да, это перебрасывает. Мы видим, как техника движется. Но масштабного наступления нет. Есть обстрелы городов, есть артиллерийские дуэли, стрельба крылатыми ракетами, стрельба из ракеты системы залпового огня. Все это действительно есть. Но масштабного наступления по-прежнему нет. И я думаю, что, скорее всего, сейчас будут как-то решаться, будут пытаться решить вопрос со складами боеприпасов, чтобы вывезти их из-под огня Хаймарсов, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы не разрушить логистику и иметь возможность поддерживать тот темп наступления, который был запланирован когда-то до появления Хаймарсов. Потому что, если мы вывозим склады боеприпасов из линии, где могут Хаймарсов достать, то логистика увеличивается почти в два раза необходимое количество времени, чтобы довести боеприпасы до линии фронта. Это очень сложный вопрос, который, наверное, тоже будет отчасти влиять на длину этой оперативной паузы, которая идет сейчас. Руслан, одна большая тема, одна из больших тем, которой занимается конфликт-энтеллидженс тема, это вопрос об отказняках, о тех, кто пытается расторгнуть контракты и покинуть место сражения. У вас есть, насколько я понимаю, чуть более уточненные данные. Какая судьба ждет ребят, которые отказываются воевать и отказываются служить, хоть и по контракту? Вы об этом сообщали и в своих ресурсах в том числе. Ну, ситуация пока что сильно разнится. Где-то там не увольняют, все равно держат, то есть пытаются каким-то образом заставить поехать на войну. То есть люди пишут рапорт на увольнение, их под разными предлогами заворачивают, скажем так, заставляют остаться на службе. Бывает, что, наоборот, если ты отказник, то тебя увольняют. Хотя с этим, с течением времени вот по таким отказникам практика скорее смещается в пользу того, в пользу того, чтобы не увольнять, а пытаться как-то заставить поехать на линию фронта. Да, мы видим пока отдельные инциденты того, как там либо обманом, либо насильно под конвоем каким-нибудь отказников, контрактников вывозят на границу, там, в сторону Белгорода. И дальше пытаются их уже насильно отправить на линию фронта. Но пока что мы не видим, чтобы это была массовая история. Мы вот сегодня публиковали обращение к нашей аудитории с просьбой, если вы знаете такие инциденты, то написать нам. Пока буквально таких сообщений было там где-то парочка, наверное, за весь день. Что, в принципе, уже говорит о том, что, скорее всего, это там единичные случаи. Там отдельные командиры на местах пытаются как-то, видимо, поднять свою статистику, что у них отказников гораздо меньше, чем в других соединениях. И поэтому вот так вот население отправляют контрактников на границу. Руслан, если можно, небольшое уточнение. Их ждет какое-то наказание у этих начальников, командующих, если у них какое-то превышающее норму количество отказников. Чем карается непослушание солдат? Ну, конечно, когда у вас много отказников в вашей войсковой части, для командира это плохо. Потому что, конечно, он отчитывает себя для высшестоящего начальства. Если он говорит, что у меня полным-полно отказников, конечно, он будет вставлять его «не гоняй», потому что, видимо, ты плохо воспитываешь солдат, не дорабатываешь. Видимо, твой политрук в части плохо работает. Почему ты это все не организовал? Конечно, командирам этого не хочется. Поэтому они любыми способами пытаются занять количество отказников и отправить их на линию фронта. Самим отказникам особо ничего не грозит. То есть это максимум увольнения. Никакого уголовного преследования нет. Конечно, продолжают все больше и больше ходить байки, как мы это называем, «Слон-ФМ». То есть, грубо говоря, байки солдатские. Слон — это срочник солдата. Они друг друга передают такие истории, что якобы кто-то там уже сидит в тюрьме за то, что отказался от участия в спецоперации. Там у кого-то большие сроки. Ни одного подобного случая по всей России не было. Я думаю, мы бы точно быстро об этом узнали, пока ничего подобного не было. Максимум увольняли. Хотя, конечно, есть разница с тем, что если у вас был контракт с Российской Армией заключен еще до 24 февраля, то по документам вас уволить за отказ в участии в спецоперации не могут. Потому что это не является таким большим нарушением неисполнения этого приказа. Если вы такой вот добровольник, который заключил краткосрочный контракт, после февраля, после марта, когда были внесены изменения в приказы, точнее, в контракты Минобороны, там появился новый пункт, что контрактник обязуется участвовать в таких подобных спецоперациях. Вот если вы заключили такой контракт, тогда вас уже, в принципе, могут уволиться за отказ в участии в спецоперации. Но, как я сказал, это вот максимум, что грозит солдату. Руслан, я попрошу сейчас наших литров вывести карту юга Украины. И там интересные новости приходят сейчас из Запорожья. В Запорожской от мы видим места, где удалось Путину захватить. Это Херсонская область, это часть Запорожской области. И вот в Запорожье начали раздавать газету, первый номер, где на первой полосе, крупным планом Владимир Путин. И, собственно говоря, все статьи и речи о предстоящем воссоединении, как они это преподносят, с Российской Федерацией. То есть, если раньше это было только на уровне заявлений марионеточного правительства, которое Кремль отправил туда, сейчас мы видим, они уже начали агитацию проводить. Вы фиксируете, вы наблюдаете подготовку к каким-то процедурам, типа референдума или какой-то другой формат, при котором будут официально оформлена связь Запорожской области Украины и Российской Федерации. Ну, я, конечно, говорю про аннексию, которая анонсируется российскими властями. Ну, мы стараемся в основном следить именно за боевыми действиями, а не тем, что происходит на оккупированной территории, но в меньшей степени. Особенно, когда речь о какой-то политике. То есть, если о зачистках, о работе спецназа ФСБ, за этим мы следим, а вот за тем, что какие-то планы на местные референдумы, мы обычно меньше следим, поэтому могли, в принципе, упустить. Я такое допускаю. Но так, в принципе, разговоров об этом много. Все говорят, что да, будем соединяться с Россией, ну, вообще, мне это очень напоминает 14-15-е годы, как примерно так же говорили и в самопровозглашенных республиках ДНР, ЛНР. Там тоже все говорили, что будут соединяться с Россией, присоединят к России. Это будет там либо часть Ростовской области, либо какой-то новой области. В итоге, вот до сегодняшнего дня, по-прежнему, это тоже ничего не свершилось. Больше это было похоже на фантазии местных деятелей. Поэтому, да, разговоры идут, но пока что это больше тоже похоже на фантазии, но и каким-то таким признакам подготовки большого какого-то референдума мы не видим. С другой стороны, мне кажется, если там Кремль захочет провести подобный референдум и присоединить эти территории, то вряд ли им будет необходимо подготовить полноценно, настоящий, правильный какой-то референдум. Просто сделать какой-то очень быстренько вид, что референдум прошел, нарисуют нужные результаты, и выдадут их за то, как будто бы люди реально голосовали. А я понял, что с политической части действительно не следить, ну, в смысле, это не главное направление конфликта и террористима, а вот с военной мы видим какую-то группировку и усиление именно на Запорожском направлении, в направлении Запорожской области, Херсонской области, которую планируют аннексировать. Или там сейчас нет какой-то перегруппировки российских войск, для того, чтобы, если они пойдут на то, чтобы провести такое мероприятие, как-то усилить его особенно группировкой вооруженных сил? Ну, перемещение техники в Запорожскую область, да, действительно, мы видим, мы периодически видим колонны российской техники, но мы это не связываем с каким-то референдумом, мы связываем это скорее именно с потенциальными дальнейшими наступлениями, боями с вооруженными силами Украины. Руслан, есть еще один сюжет, на который мы сегодня обратили внимание, это заявление чеченского лейзера Рамзана Кадырова, который внезапно попросил системы ПВО. Ты можешь объяснить нам, пожалуйста, с чего вдруг, чего опасается Рамзан Ахматович? Ну, я, честно говоря, тоже этого не понял, потому что в Чечне размещать ПВО страны, от кого там защищаться, если же он просит для своих сил, то его сила, Кадыровца, это Росгвардия. В Росгвардии, в принципе, не может быть никакого ПВО. Тогда, соответственно, о чем он вообще говорит и почему ему ПВО, мне, честно говоря, нам, честно говоря, тоже непонятно. Ну, то есть, даже мы не можем предположить теоретически, с какой стороны, откуда могла бы, не знаю, полететь ракета, чтобы вот эти ПВО сработали и оказались не зря там размещенными? Ну, скорее, наверное, он говорит в контексте в целом о войне России, против Украины. То есть, может быть, он намекает на то, что российским силам нужно дополнительное ПВО, не для Чечни конкретно, а для российских сил, и в том числе, может быть, для кадыровцев, которые воюют там, в Украине, и чтобы это ПВО, например, защищало от снарядов «Хаймарса», которые уничтожают сколды с боеприпасами, бьют по пунктам управления, там и убивают полковников и генералов. Мне кажется, может быть, про это он умеет. Руслан, я хотел спросить, мы неоднократно с тобой в прямом эфире обсуждали и скрытую мобилизацию, и вероятность настоящей, полномасштабной мобилизации на территории России. Сейчас журналисты фиксируют, например, в Петербурге военкоматы распространяют брошюры под названием «Социальный справочник участника специальной военной операции», где, собственно говоря, расценки за участие в этом боевом конфликте с Украиной, в этой войне, насколько это массовая история, насколько вам удается фиксировать такие случаи, находить, может быть, вам сообщают инсайдеры, что происходит в российских военкоматах. Это самодеятельность регионов отдельных для того, чтобы выслужиться? Или это команда сверху, чем сейчас занимаются все российские региональные военкоматы? Ну, больше похоже на команду сверху, и причем не только на уровне Минобороны России и конкретно военкоматов, но в целом на уровне государственных структур. Потому что мы видим, как разные местные администрации региональные тоже пытаются как-то смотивировать людей заключать контракт и рассылают рассылки по работникам разных предприятий, призывают к этому. В разных других учреждениях просят скинуться, например, на квадрокоптеры и тоже заманивать подобными зарплатами, обещаниями высоких доходов за участие в так называемой спецоперации. И все это началось плюс-минус синхронно и идет плюс-минус синхронно. Поэтому, да, похоже, что это именно действие от центра, это не как-то попытка выслужиться на местах, это команда именно сверху. Спасибо большое. Руслан Левиев, сооснователь конфликт Intelligence Team, военный эксперт, был гостем нашего эфира. До встречи в следующих эфирах, Руслан. Да, поддержите лайком, пишите свои вопросы, Руслан, обязательно в следующих эфирах зададим, если у вас есть какие-то вопросы относительно происходящего сейчас на линии фронта и происходящего вообще в этой страшной войне. Продолжение следует...